Университеты Гомельщины ставят кропку у приемной кампании 2023 года. Сегодня завершился прием документов у высшейшей научной установки на платную форму научения. Кольки человек изменит статус абитуриента на студента и кто допомагает им на самом початку нового этапа життя, ведает Татьяна Пемененкова. Подача документов во университет – соправдная стратегия. Важно уличить все риски и сделать так, как показаться улику студентов. Тому в прошлый день приема документов, жадающих заскочить в прошлый вагон немало. Алина Северина пронусь белый халат марила со школьной парты, але подавать документы в первые дни не спешалася. Бо в этой справе вельми шмат нюансов. Потребно мониторить ситуацию в каждом университете и ведать докладно, что балов хопит для поступления. В прошлый день подачи документов – соправдный испыт, не только для абитуриентов, але и их батьков. Валерий Северин настроивает дачку на позитивный лад и при этом спробует не показать свое хвалявание. Конечно, как папа я очень переживаю за это дело, но она уже давно выбрала этот путь. Помимо того, она еще занималась параллельно углубленно по этим предметам, которые были необходимы здесь для подачи документов. А пронуть белые халаты и стать вратовальниками житца уже дают многие. Профессия медика в топе самых престижных, тому недоборов никогда не ма. За право стать врачом в Гомельском медицинском университете, что год смагаются боль за тысячу абитуриентов. А лишь счастливыми угадальниками студентского билета в этом году станут 605 человек. Мы отмечаем очень большой спрос среди абитуриентов на медицинские специальности. Это уже сейчас можно отметить. Мы видим, что на заявленные места, платные места, у нас уже везде есть очень большой конкурс по всем специальностям. Профессия врача, она очень востребована и всегда будет востребована и очень престижная. Для зручности и поддержки абитуриентов в тяжкий период задеяничено больше 70 студентов-волонтеров. Они сопровождают поступающих на всех этапах, от встречи до внесения информации в электронную базу даденных. На всем протяжении работы приемной кампании очень активно помогали студенты-волонтеры. То есть, конечно же, помощь очень хорошая и мы, как руководители университетов, факультетов, видим и, безусловно, это все будет отмечено благодарностями от руководства за их большой вклад в наше общее дело. Микита Васильев – студент третьего курса. Признается, что главное для будущего врача – допомога людям. Приемная кампания – соправдный стресс. Тому в этой справе ее не только навигатор, а и соправдный психолог. Маловажная часть нашей работы – это успокоение родителей, абитуриентов, потому что все, конечно, волнуются в этой приемной кампании, да и в прошлом тоже волновались. И маловажно не только принять документы, но и, так сказать, успокоить абитуриентов и родителей, чтобы они сильно не переживали, что они поступят, все будет хорошо. В Гомельском университете имя Франциска Скарыны наибольшей популярностью користаются специальности психологии, лингвистичное забеспечение межкультурных коммуникаций, правознавство, экономичное право. Доречие на опошню набора житвляется у першиню. Статистика и количество поступающих может измениться у опошни Момонт, а приемная комиссия все отримает на контроле. Последний день это самый напряженный, последнее обновление статистики будет у нас на сайте в 17.00, как правило, после этого тоже движение возрастает, кто-то высматривает, выжидает проходные баллы, только после этого в последний час принимает решение. Поэтому, как показывает практика, по некоторым специальностям именно за последний час ситуация может измениться достаточно существенно. Финальный аккорд приемной кампании и выращальный вердикт для абитуриента у Медицинского университета прогучить 11.00 в 11.00, а для Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны 10.00 в 17.00. Татьяна Пемненкова, Александр Чернышевич, телерадио «Кампания Гомель».